Лимфатическая система – это какая? Функции, что такое лимфа? Лимфатическая система – наименее изученная часть системы кровообращения. Она работает с кровеносной системой и участвует в транспортировке лимфы. Вот ее функции – лимфа – это водянистая жидкость, содержащая электролиты, белок, лимфоциты, белые кровяные тельца, которые попадая в иммунную систему, контролируют атаки против микроорганизмов, опасных для здоровья. Лимфа переносится по телу за счет сокращений скелетных мышц. Лимфатическая система состоит из сосудов и протоков, а также лимфоидной ткани, которая состоит из лимфатических узлов, паращитовидных, желез, миндалин, тимус и селезенки. Когда лимфатическая система работает безупречно, мы не думаем о ее существовании. Но когда в организм попадает инфекция и начинает поражать эту систему, человеку становится хуже, он плохо себя чувствует. Лимфатические узлы увеличиваются в размерах, что сигнализирует о наличии народных частиц, бактерий, вирусов. Также этот симптом может говорить о развитии в организме рака. Лимфатическая система человека Строение анатомии Органы Схема Лимфатическая система человека уникальная. Вот ее схемы, вот строение органов лимфатической системы. Согласно анатомии, миндалины это скопление лимфатических тканей, образующих так называемое кольцо вальдеера. Они расположены по обеим сторонам глотки, между задней частью языка и язычком, который вырастает из неба. Парасчетовидные железы Парасчетовидные железы имеют форму 4 структур размером с горошину и встроена в ткань, окружающую щетовидную железу. Они выделяют гормон парасчетовидной железы, отвечающий за регулирование уровня кольца в крови, повышают его уровень и уменьшают количество фосфата в крови. Селезенка лежит в средостении. Состоит из микроскопических долек, наполнена кровью. Самый крупный орган лимфатической системы, расположенный в брюшной полости. В случае его удаления, все функции берет на себя печень. Но у человека, у которого нет селезенки, иммунитет намного ниже, поскольку он является органом, ответственным за уничтожение бактерий. Задача селезенки – вырабатывать иммуноглобулины и выводить из организма ненужные вещества, например использованные ретроциты. Вилочковая железа функционирует только до болового созревания. Позже исчезает и ее место занимает жировая ткань. Именно она определяет иммунные характеристики организма и выработку Т-лимфоцитов. Лимфатические узлы разбросаны по всему телу. По форме они напоминают боб длиной от 1 до 25 мм, а у каждого из нас их около 600. Узлы очищают лимфу от мертвых клеток, бактерий и вирусов, уничтожают каждого злоумышленника организма, который хочет попасть в кровоток. В аренхимии лимфатических узлов есть корковая часть и медулярная часть, то есть медулярные тяжи. Зрелые лимфоциты образуются в скоплениях и сохраняются полосами. Узлы сгруппированы в определенных областях тела и поэтому получили свое название, например, подмышечные и паховые узлы. Лимфатические сосуды, оборудованные специальными клапанами, транспортируют лимфу в лимфатические узлы, откуда после фильтрации. Она возвращается обратно в кровоток. Эти сосуды выполняют такую работу, одни несут, а другие отводят лимфу из узлов. Конечно, в этой системе есть и другие органы. К примеру, тимус – грудной проток. Их роль не менее важна и эти органы также участвуют в построении иммунитета человека. Диагностика лимфатической системы человека – как проверить? Если человек плохо себя чувствует, тело отекает, а биохимия крови показывает отклонение в работе лимфатической системы, то доктор может назначить человеку диагностику этой системы. Как проверить? Самый основной способ УЗИ ультразвук – это неинвазивное обследование, оно необходимо для оценки состояния лимфатической системы. УЗИ можно проводить на различных частях тела, например, лимфатических узлах на шее. Чаще всего УЗИ выполняется для оценки состояния брюшной полости. На основании этого обследования врач ищет увеличенные пораженные лимфатические узлы, измененную печень или селезенку, что подтверждает или исключает диагноз, поставленный на основании анализов крови и пальпации. Болезни лимфатической системы организма человека Существует несколько видов болезней лимфатической системы организма человека Воспаление миндалин Миндалины – это наиболее Часто поражаемая часть лимфатической системы Защищаясь от бактерий и вирусов, миндалины увеличиваются и становятся красными Развивается хронический танзелит Танзелит сопровождается головными болями и повышением температуры тела Хроническое воспаление может привести к инфекциям почек или ревматической болезни сердца Ангина – это особый вид танзелита, общая токсимия, поражающая не только миндалины, но и весь организм Инфекция распространяется воздушно-капельным путем При развитии болезни появляется сильная ангина и высокая температура Миндалины сильно налиты кровью, покрыты белым налетом Лимфатические узлы на шее увеличиваются и становятся болезненными Неправильно пролеченная ангина перерастает в хроническую, что серьезно влияет на сердце Лечение заключается во введении антибиотика Если инфекции часто повторяются более вторых раз в год, врач может принять решение об удалении миндалин Это устраняет проблему танзелита навсегда, но часто появляется новая ларингит и фарингит Лимфатический отек Лимфатический отек часто встречается у людей, которым удалили лимфатические узлы в результате хирургического вмешательства Возникает в результате закупорки лимфатических сосудов и регулярного лимфотока Отек может появиться в результате нарушения структуры самих лимфатических сосудов, в результате воспаления травмы и даже рака Также это происходит при попадании лимфы в подкожные ткани Беспокоящим симптомом лимфидемы является значительный отек нот и рук Иногда они настолько большие, что пациент не может их сдвинуть с места Воспаленные лимфатические сосуды препятствуют свободному току крови, что вызывает болезненные мышечные спазмы Лечение Лимфатический массаж, который разблокирует сосуды и улучшает лимфоток Его нужно выполнять систематически и до тех пор, пока не пройдут боль отек Также полезно перевязать конечности, но не слишком сильно, чтобы не перетянуть Физические упражнения также очень важны для восстановления правильного лимфотока Обычно это упражнения для улучшения структуры скелетных мышц, окружающих все лимфатические узлы Помимо систематического лимфатического массажа иногда необходимо регулярно откачивать излишки лимфы с помощью шприца Лимфомы относятся к группе заболеваний, поражающих лимфатические узлы Название относится как к доброкачественным, так и к злокачественным формам рака Ежегодно доброкачественные лимфомы диагностируются примерно у 6000 на 100 000 человек Наиболее опасной из лимфом является болезнь Хаджкина Ее трудно обнаружить, потому что развивается без характерных или беспокоящих симптомов Увеличенные лимфатические узлы, слабость и быстрая потеря веса часто воспринимаются как симптомы усталости, недосыпания, сильного стресса Лечение Если эти симптомы сохраняются в течение нескольких недель, незамедлительно обратитесь к врачу и сдайте анализ крови, чтобы Проверить лимфатические узлы, что даст вам шанс полностью выздороветь Злокачественный вид лимфомы, как и большинство видов рака, требует лечения химиотерапией и лучевой терапией Часто единственным спасением для пациента является трансплантация костного мозга Рак миндалин встречается редко, но если развивается, то сильно прогрессирует До сих пор неизвестно, почему измененные клетки плоскоклеточного рака накапливаются в миндалинах на первой стадии заболевания и со Временем проникают в другие органы рта и глотки Острый симптом, который часто принимают за стенокардию, это изъязвление и значительный отек миндалин При глотании возникает сильная боль Лимфатические узлы поражаются на следующих стадиях болезни Лечение наиболее эффективным методом лечения является удаление пораженной миндалины и удаление всей лимфатической системы с шеей Видео «Застои очистка лимфы» Знай и живи, лимфатическая система, лимфоузлы, Фролов ЮА, прочитайте по теме Продолжение следует...